А, надеюсь, я не могу. А, нет, спасибо. Творческая мастерская берегения Беларусь. Воселье родовых поместьй Звон гора. Наши изделия выполнены каждая с ручной вышивкой. Вложено это намного души, радости и каждая единичная. Натуральный лен используется и вышиваем. По вечерам... По вечерам, когда нет огородных дел, мы занимаемся вышивкой. Да, таких вот одежек. Будет здорово, когда каждый, независимо где он живет, и какой мы спасем, или даже в городе будет ходить вольне. Потому что это может быть и современное платье, или какой-то народный вариант. Это же настоящий такой материал, который нам предки передали. Поэтому... Ходите вольне. Так, а вы... Сами лен... Мы не покупаем лен, а из него уже придумываем модели и придумываем узоры. И в каждый узор закладываем определенную символику. То есть это народная вышивка. Вот символ женственности, да. Или там... Кленовый лист, да. Мужественность у... Мужчины. Вот дубовые веточки тоже... Символ рода мужского. То есть в каждую... Заложен две ворота, например, да. То есть каждая вышивка несет в себе какое-то значение. И вот... Значит, семейные... Женственность, семейный очаг. Ну, опять же, детский, да. Это вот все на женщину связывает этот цветок, символ цветка. Вот. Ну, вот виноградная ворота. Это у нас урожай, да. Урожай, а для женщины это тоже дети, плодовидость. Купальский цветок. Ну, тут, наверное, без объяснения все знают. Краздник Балия. Вот. Но, опять же, цветочный такой мотив. Вот. Вот здесь вот... Козьи... Козьи бараньи рожки. Это достаток. Но, опять же, благополучие в семье. Вот. То есть каждый символ несет свою энергетику. Своё объяснение. Ну, как-то современные варианты. То есть на дело пошел по городу ходить. Вольне. Вы сами придумываете узор. Да, да. Все придумаем сами. Ну, вот эти вот вышивки мы берем из источников, да. И мы их и на современные модели тоже распространяем. То есть вот может идти девушка в городе и в то же время нести какую-то обережную в себе силу заложенную. Поэтому... А вот куда в такой одежде можно ходить или нужно ходить? То есть это где-то дома на праздниках или можно по городу ходить? Ну, вот. Смотрите, какой похожий пиджар. Ну, он называется млын. По-русскому это мельница. То есть в таком пиджаке, я думаю, если вы ходите по Москве или по Питерову, все взгляды будут на этом мужчине. Ну, или вечернее платье. Я думаю, такое платье можно и в ресторан надеть. Так, а вы сами руками шьете или машинкой? Шьем некоторые изделия руками, некоторые машинкой, но вышивка вся ручная. Независимо от цветочная, лентами вышивка или это орнаментальная вышивка, это все вышивка руками. Каждое изделие в одном экземпляре, вот, и, то есть, больше не повторяется. То есть это ваше увлечение или это ваша работа уже? А, это, наверное, увлечение творчества, но когда это творчество приносит достаток, тоже очень хорошо и приятно. Твоевое поместье – это пространство любви, да, где живет семья, где живет род. И вокруг должны быть обязательно другие рода. Тогда это будет настоящий поселок, поселок трудовых поместьй. Обязательно творчество, обязательно коллективное творение совместное. Когда будет поселок развиваться, будет привлекать новых соседей. Вот, то есть, это должно быть все вместе. Должно быть взаимодействие, нельзя замыкаться на своем, там, только участочке. Вот. И развитие идет в разных управлениях – и в творчестве, и в строительстве, и в огородничестве. То есть, должна быть общая вот эта вот ячейничка. Так у вас уже есть свое родовое поместье? Конечно. У нас, мы вот вместе соседки, ротовое поместье у нас, родовое поселение Звонгора – это Беларусь, Витебская область. Мы ждем соседей, потому что хотим, чтобы цвели сады. Вот, у нас очень красивое место, на горе на самом деле находится. И мы, конечно, ждем соседей, потому что сейчас у нас 13 семей. Вот, мы хотим расширяться. Большое спасибо вам. До свидания. До свидания. Т camутợ.